Приветствую вас и для решения проблемы требуется сделать следующее. В первую очередь вы пишите, что характеру можно портиться, то есть он вам грубится, амит и так далее. Когда человек проявляет негатив, это означает, что внутри него отсутствует гармония, отсутствует единство, отсутствует наличие единства в мышлении, имеется противоречие, какая-то неудовлетворенность, может быть даже дефицит каких-то благ, потребностей и так далее. И поскольку ваш мужчина выступает основным фактором раздражения, основным раздражающим фактором, то вам сначала нужно постараться его понять. Возможно, он не слышит ваши проблемы, не прислушиваясь к ним, потому что вы не слышите его, вы не понимаете его. И поскольку вы обратились к нам, значит нужно для того, чтобы постараться понять, что происходит с мужчиной, что у него сейчас за проблемы, какие у него неудовлетворенности, почему он так себя ведет. Ведь вы же, я надеюсь, понимаете, что характеристия людей портится не просто так, а предвластействуя определенных негативных обстоятельств, которые имеют место быть в жизни каждого из нас. Но кто-то за счет купирования их, за счет организации заслуга, заслаждения, за счет удовольствия, за счет правильного понимания своих проблем, за счет поддержки своих близких, за счет веры в себя и в лучшее, можно справляться с этим негативом так, чтобы этот негатив не влиял на характер человека. Но не каждый не указывает, так получается. И вам нужно подумать над тем, а получает ли мужчина все то необходимое для того, чтобы его характер не портался, чтобы негатив не влиял на него, не разрушал его личность. Это первый момент. Второй момент. Если вы говорите и пишите, что вам некуда уходить, значит вы от него зависимы. И мужчина это знает. Мужчина знает, что вы никуда от него не денетесь и знает, что вы принадлежите ему и находитесь в его полной власти. И именно это также провоцирует его на определенное поведение. Именно то, что он уверен в том, что вы никуда от него не денетесь. То есть, для мужчины нельзя допускать, чтобы он думал, что женщина от него никуда не денется. Но для мужчины необходимо, чтобы он боялся ее потерять. Даже если находится с ней брак. Даже если вы прожили 25 лет. Соответственно, нужно подумать над тем, чтобы мужчина вновь начал бояться вас потерять. Необязательно уходить для этого. Можно просто объяснить своей жизнью. Можно просто показывать, что вы не зависите от него. Что вы также можете общаться с другими мужчинами. Даже свертовать с ними и так далее. Самое главное, самое важное. Это, вот вы пишите, например, что ваши проблемы его абсолютно не интересуют. Значит вы найдете того, кого ваши проблемы заинтересуют. И вот это важно показать вашему мужу. Это важно до него донести. Чтобы он знал этот момент. Чтобы он понимал его. Чтобы он его прочувствовал. И тогда ваши отношения будут налаживаться. Далее нужно сказать так. Если после того, как вы мужчине покажете, что вы не будете стать от него удовлетворением своих желаний. И он не начнет вас завоевывать, а будет отменять. Это значит, что чувств к вам. Его не осталось. Все они же вас не любят, не ценят и так далее. В этой ситуации можно и нужно говорить о том, чтобы вы думали и думали, как бы вам с наименьшими батареями выйти из этой ситуации. Хорошо, уходить вам некуда. Но вы можете сразу идти к другому мужчине, если такового найдете. Или можете подумать еще над какими-нибудь вариантами. Например, над откладыванием своих денежных средств для того, чтобы иметь возможность получить собственное жилье, например. И так далее. То есть нужно здесь подумать над тем, чтобы вы как-то все-таки заботились о своих интересах. Пожалуй, последнее и самое главное, о чем можно и нужно сказать, заключается в том, что вам нужно изменить отношение к тому, что происходит. Например, вы воспринимаете, допустим, это только в качестве примера, вы воспринимаете своего мужчину как человека, который грубит вам, который хамит вам, обижает вас и так далее. То есть его реакция направлена на вас и вы считаете себя центром этой реакции. То есть вы считаете и думаете, что мужчина хочет вас как-то задеть, обидеть и так далее. Изменить отношение к этому можно и нужно в контакте того, о чем я говорил в самом начале. Поймите, постарайтесь понять, что мужчина и движет. Почему он достал себя вести. И если вы будете воспринимать его поведение не как агрессивное, не как направленное на то, чтобы вашу жизнь, например, испортить, а как некий крик о помощи, то вы сможете лучше его понимать. И лучше понимая его, не будете на это уже так реагировать, будете относиться к его поведению более спокойно. И, возможно, у вас появится возможность как-то адаптироваться к нему и извлекать даже выгоду. То есть все здесь зависит от, в данном случае, все зависит от вашего собственного положения и отношения к тому, что происходит. Если вы не будете сами изменить свое отношение, то обращайтесь, например, ко мне, я попробую вам помочь в этом. Это вполне осуществимо. Вы можете выбирать любого эксперта на нашем ресурсе, который вам понравится, и с ним прорабатывать данную проблему. Все зависит от вашего желания что-либо делать, а результат ждать себя тебя не заставит. Вам нужно также выбрать для себя один из трех возможных вариантов развития. Из тех, что я вам озвучил. И в зависимости от него действовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.